Мы продолжаем дневной выпуск новостей на телеканале Хабар 24. Меня зовут Диана Сапорбекова. Здравствуйте. Глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага, приуроченной ко дню республики. Мероприятие состоялось перед резиденцией Ахурда. Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт. Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию национального праздника Дня Республики. Церемония поднятия государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана. Церемония поднятия государственного флага праздника Дня Республики. 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 Текст поздравления опубликовали на официальном сайте Ахурды. Президент отметил, что декларация о государственном суверенитете обозначила исторический выбор Казахстана и заложила прочный фундамент поступательного прогресса страны. Документ закрепил неделимость и неприкосновенность нашей территории, приверженность усилению общенациональной идентичности, гарантии прав и свобод граждан. Касамжумар Тукаев подчеркнул, что День Республики олицетворяет наши искренние стремления общими усилиями созидать гармоничное и благополучное общество, а также вдохновляет на новые свершения. И именно в этом проявляется ответственное гражданство в готовности каждого из нас словом и делом способствовать устойчивому развитию страны. Президент пожелал всем гражданам крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания Республики. День Республики символизирует свободу и независимость, единство и стремление казахстанцев к процветанию, без которых не мыслим наш дальнейший путь. Об этом в своем поздравлении сказал премьер-министр. Он отметил, этот национальный праздник, возрожденный в прошлом году по инициативе президента, является по-настоящему народным и близким каждому жителю страны. Именно с принятия декларации о суверенитете в 1990 году Казахстан открыл новую страницу в истории своей государственности. Сегодня мы по праву гордимся достижениями страны в различных сферах и ее авторитетом на мировой арене. Яркими успехами наших талантливых сограждан, подчеркнул Алихан Смаилов. Глава правительства пожелал казахстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Телеграм объяснил, почему главный национальный праздник страны, День Республики, отмечают 25 октября. Именно в этот день в 1990 году на заседании Верховного Совета после шести часов острых дискуссий принята декларация о суверенитете. Сам проект разрабатывался пять месяцев большой группой депутатов, ученых и общественных деятелей. Судьбоносный документ декларировал политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. Впервые были установлены суверенные права нашей страны. Таким образом, по мнению госсоветника, именно 25 октября 1990 года сделан первый шаг к обретению независимости. А уже через год на основе принципов декларации окончательно закрепят статус Казахстана как суверенного государства. Поэтому День Республики, как подчеркнул Ерлан Карин, является главным символом смелого шага страны к обретению подлинной независимости. Декларация о суверенитете принята депутатом Казахстана. Верховного Совета Казахстан за 33 года не претерпела изменений, в нее не вносились поправки. Проект исторического документа готовился в течение четырех месяцев. Летом 1990 года он официально был опубликован в печати для всенародного обсуждения. В то время все предложения стекались в аппарат высшего законодательного органа. Там их систематизировали и анализировали. Основные принципы документа позже нашли отражение в Конституции. Эта декларация была ожидаемой, потому что все другие союзные республики уже приняли декларации о государственном суверенитете или государственной независимости. Оставались только лишь Казахстан, Казахская ССР и Киргизская ССР. И тут мы стали предпоследней республикой, которая подписала 25 октября 1990 года декларацию о государственном суверенитете. Принимали важный документ в Верховном Совете Казахской ССР. В то время он находился в бывшем доме правительства, в котором в наши дни разместилось высшее учебное заведение. В совет входило 360 народных депутатов. Процедура принятия декларации была непростой, ведь республика тогда еще находилась в составе Советского Союза. Еще сохранялся Советский Союз и декларация, поэтому была принята только лишь в рамках будущего, ожидаемого союзного договора, который бы учредил подлинное федеративное устройство советского, то есть нового государства, который назывался бы Союзом Суверенных Республик. И в этом плане, некоторые критикуют, вот мы сразу не вышли из Советского Союза, тогда политическая ситуация еще не позволяла Казахская ССР стать полноправным субъектом, как внутригостарственных, так и международных отношений. Голосование шло поименно. Документ поддержал 261 депутат. Высказались против 18, воздержались двое, один депутат не проголосовал. Подписание было встречено бурными аплодисментами. Информацию об этом событии крупноказахстанские издания обошли стороной. Официальный документ был издан в печати спустя три дня. В группе людей, которые формировали, составляли документ на государственном суверенитете, стояли наши выдающиеся ученые, известные, допустим, академик Салл Зиманов, академик Султан Сартаев и ряд других наших ученых. Они в основном составляли текст этой декларации. Конституции Советского Союза было заложено, что каждая республика имеет право выйти из состава Советского Союза. Этой статьей воспользовались, естественно, представители каждой республики. Принятый документ приостановил действия советских законов. Казахстан впервые заявил миру о своих правах, территориальной целостности, неделимости и неприкосновенности. Законодательно установили право каждого казахстанца, независимо от этнического и религиозного происхождения. В честь принятия декларации 25 октября стал национальным праздником. Позже в 2001 году День республики перевели в разряд государственных, а в 2009 его и вовсе отменили. И только в прошлом году решением главы государства ему возвращен национальный статус. Его присваивают праздникам, установленным во знаменование событий. Событий, имеющих особое историческое значение и оказавших существенное влияние на развитие казахской государственности. С Днем Республики нашу страну поздравил 11-й президент Турции. Абдуллах Гюль отметил, что отношения между двумя государствами носят особый характер. А в дальнейшем сотрудничество будет только укрепляться. Много веков назад народы, населявшие территорию современного Казахстана, мигрировали сюда. Несмотря на то, что наши предки расположены далеко друг от друга, мы являемся братским народом. С момента обретения независимости Казахстаном наше сотрудничество во всех сферах только укрепляется. В Казалардинской области сегодня открыли несколько социально значимых объектов. В Жанакурганском районе 50 семей получили квартиры, а в сельском округе Хараул Тобе торжественно открыли клуб. Праздничные мероприятия в регионе продолжаются. О них готова рассказать нам моя коллега Райхан Тажибаева. Райхан, чем еще запомнится праздник? Приветствую вас, Диана. Сегодняшний день в Казаларде начался с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна страны. Почетный караул выстроился на аллее государственных символов. Монументальная композиция занимает площадь 3 гектара. В самом центре герб, гимн и флаг Казахстана, который реет на высоте 60 метров. Здесь же у флаштока проходит концерт с участием артистов филармонии. Послушать их собрались сотни жителей Казаларды и взрослые дети. Как ветеран таджико-афганской войны я прежде всего хочу в этот праздничный день пожелать всем мирного неба над головой, спокойствия и благополучия. От всех ветеранов региона поздравляю с Днем Республики. Пусть наша страна крепнет и процветает. Патриотические чувства. Это то, что вызывает такие мероприятия у нас, молодежи. Это радость и гордость за достижение нашей страны. Этот праздник значимый для всех казахстанцев. Я желаю процветания нашей стране, мира и благополучия. К слову, ко дню Республики на Левебережье Казаларды заложили первый камень строительства комфортной школы, одно из десяти строительства которых планировали начать в этом году. Рассчитана она на 900 мест. Всего в регионе в ближайшие три года сдадут 21 комфортную школу на 15 тысяч учеников. Стартовала накануне и строительство новой ТЭЦ. По расчетам специалистов, она сможет вырабатывать 240 мегаватт электроэнергии в год. Реализация проекта пройдет в три этапа с установкой газовой турбины и котла-утилизатора на каждом. Новая ТЭЦ полностью обеспечит регион собственной электроэнергии и стабильным теплом. Ее запуск – одно из самых ожидаемых событий. И уже по установившейся традиции, десятки жителей Казаларды стали обладателями правительственных наград и благодарственных писем за вклад в развитие региона. Их чествование завершилось буквально несколько минут назад в областном музыкально-драматическом театре имени Нартая Бекижанова. Диана. Я благодарю вас за информацию. Напомню, наша коллега Райхан Тажибаева была с нами на связи. Одним из главных достижений в отечественной медицине за год суверенитета стало развитие кардиологии и кардиохирургии. Благодаря государственной программе профильные клиники в крупных городах и региональных центрах приобрели современное оборудование. Это позволило врачам-кардиохирургам овладеть новыми методиками лечения сложных патологий сердца. Как результат – тысячи спасенных жизней наших соотечественников. О том, как работают казахстанские кардиохирурги, в репортаже Григория Биденко. Крупнейший профильный стационар республики – казахстанские НИИ кардиологии и внутренних болезней. Эта клиника находится в Алматы. Здесь проходит лечение пациента с наиболее сложными заболеваниями сердца. Каждый пациент индивидуален. Бывают разные диагнозы. Не сама операция может быть сложной, а может быть сложной и в состоянии пациента, когда есть сопутствующие патологии, тяжелые. Вот это может вызывать сложности для хирурга. А так у нас, в принципе, большие операции на орке, вплоть до трансплантации сердца. Это все сейчас выполняется у нас в стране. Ишемическая болезнь сердца – самораспространенный и очень опасный диагноз, говорят кардиохирурги. Страдают от этого недуга в основном мужчины. Зачастую пациент просто не обращает внимания на симптомы – боли в груди, отдышку, быструю утомляемость. В больницу человек попадает, когда болезнь уже переходит в запущенную форму. А это либо инфаркт, либо инвалидность. Чтобы вылечить ишемическую болезнь, необходима операция. Пациенту вводят в артерии сердца стенты, которые увеличивают сечение сосудов и улучшают кровоснабжение сердечной мышцы. В зарубежных клиниках такая операция стоит примерно 3,5 миллиона тенге. У нас же ее делают бесплатно на средства ОСМС. Ежедневно проходят операции, порядка 50 операций. То есть эти пациенты со всей страны оперируются здесь. Ну, в среднем 50 операций в сутки проводятся у нас в клинике. Самые последние технологии, современные, малотравматичные, они все сейчас у нас применяются в клинике. В ней кардиологии внутренних болезней разработана программа лечения хронической сердечной недостаточности. Уже таких запущенных форм, при которых пациенту не помогает лекарство. Жизнь ему может спасти только трансплантация сердца. В пересадке донорских органов нуждаются и больные с врожденными патологиями. Одна из таких сложнейших операций была проведена летом этого года. 23-летний молодой человек получил новое сердце. Донором, согласие родственников, стала женщина, у которой врачи констатировали биологическую смерть. Пациент активизирован, стоит, ходит вокруг кровати. Пациент продолжает восстановительное мероприятие, активный реабилитационный комплекс. Сегодня, по данным Министерства здравоохранения, в подобных операциях нуждается по меньшей мере 150 граждан республики. Примечательно, что на момент обретения нашей страной суверенитета, сложные кардиохирургические операции проводились только в одном профильном центре. Сегодня люди с тяжелыми патологиями сердца могут получить необходимую помощь во всех крупных городах и областных центрах Казахстана. В Петропавловске торжественно открыли филиал первой городской поликлиники. Объект оснастили всем необходимым оборудованием. Медицинскую помощь тут будут получать более 30 тысяч человек. По словам специалистов, многие анализы теперь будут проводить механизировано. Медперсоналу останется только внести данные. Всего же в новой поликлинике будут работать около 300 сотрудников. Пока наблюдается дефицит кадров, не хватает врачей общей практики. В целом по области запланировано строительство еще 40 медутверждений. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения запланировано строительство 46 объектов. На сегодняшний день начато строительство уже 7. Кроме того, в городе Петропавловске и в селе Кишкиньково Леолюхановского района ведется строительство поликлиник на 250 посещений смену. Поздравления в адрес Казахстана звучат со всех уголков страны. Атрауские деятели культуры и искусства считают, что этот праздник является символом единения всех граждан страны. Для известной певицы и композитора Гульмайдан Сундетовой этот день знаменателен еще и тем, что год назад ее удостоили высокого звания заслуженного деятеля Республики Казахстан. Уважаемые соотечественники, поздравляю с Днем Республики. Государство создало нам все условия для творческой самореализации и саморазвития. Мы благодарны за это. Желаю всем нам счастливой и безоблачной жизни, мирного неба над головой и новых достижений. В Алматы формат праздника больше напоминает песенный и танцевальный перформанс. Концерты, приуроченные ко Дню Республики, проходят во всех районах города, а один из них начался в парке Коктубе. Гостей и жителей Алматы поздравляют творческие коллективы, а также звезды казахстанской эстрады. Наш корреспондент Наргиза Токижанова находится на месте. Наргиза, здравствуйте, с праздником вас. Рассказывайте, какое настроение у алматинцев. Добрый день, Диана. И вас поздравляю с этим прекрасным днем. Этот светлый праздник, он действительно объединяет всю страну. Здесь в парке собралось много людей. Они делятся хорошим настроением и поздравляют друг друга. И как вы видите, все пришли со своими семьями, друзьями и близкими. Праздник для всех нас имеет огромное значение. Ведь именно в этот день были сделаны первые шаги на пути независимости. Принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, в которой закреплены основные принципы. И это историческое событие происходило именно в Алматы. А вообще в городе уже несколько дней проходят культурно-массовые мероприятия. И как раз таки здесь, в парке Куртубе, начался праздничный концерт Жасайвер Мянга Казахстаном. В нем принимают участие творческие коллективы Алматы Ауиндире. А также на сцене выступят артисты и звезды казахстанской эстрады. И танцевальные коллективы. Давайте же узнаем, каков настрой у артистов и чем они порадуют наших горожан. Рядом со мной сейчас художественный руководитель концертного оркестра Акима города Алматы Жамиля Сергибаева. Курмитэда Старт. Мирамэстэн Кухтуболсен. Сегодня прекрасный праздник. День республики. Мне хотелось бы от всего, от всех талантливых артистов, ведущих артистов поздравить с этим праздником. Сегодня солнечный день. Сегодня прекрасное настроение. И хотелось бы своей земле, своему зрителю, своему слушателю пожелать, конечно же, процветания. Просветания нашей республики. Во всех отраслях это медицина, это культура, это образование. Чтобы был подъем, чтобы было какое-то даже возрождение. Это очень важно для нас. Чтобы поднималась культура нашей страны. Опять же, во всех отраслях. И, конечно же, кто нас сейчас слышит, пожелать мирного, светлого неба в нашей стране, на всей планете. Это очень важно. Будьте добры, будьте любимы, будьте гостеприимны. Сохраняйте гостеприимство, традиции нашего народа. Потому что казахский народ, он всегда был добродушный, он всегда был открыт, он всегда был искренен со всеми. Поэтому любви, счастья и процветания. Спасибо большое. Вообще Алматы прекрасен тем, что на любых праздниках, на всех праздниках, можно увидеть наших любимых звезд и насладиться их выступлениями. Еще раз отмечу, что атмосфера в городе по-особенному праздничная. Не только концерты порадуют наших жителей. Специально для горожан в городе организованы спортивные, культурно-познавательные мероприятия, а также вернисажи. Также сегодня жители нашего города порадуют флэш-мобы, участие в которых может принять любой желающий. Праздник завершит яркий и впечатляющий салют. Я, в свою очередь, хочу также поздравить казахстанцев с этим прекрасным днем. Хочу пожелать мира, гармонии и удачи во всех начинаниях, а также благополучия нашей стране, чтобы из года в год Казахстан только процветал. У меня к этому часу все. Студия. Наргиза, спасибо большое. Напомню, наша коллега Наргиза Такижанова выходила на прямую связь из Алматы. Декларация о государственном суверенитете Казахстана определила будущее развития республики. Так считают отечественные эксперты. По их словам, этот исторический документ не только открыл путь к независимости страны, но и обозначил правовые основы Казахстана как суверенного государства. Подробности в материале Динары Абдировой. Казахстан сегодня региональный лидер, независимая страна и авторитетный член международного сообщества. По словам президента, добиться суверенитета было непросто, но сохранить его еще сложнее. Поэтому перед каждым казахстанцем стоит ответственная задача – укрепить и защитить нашу независимость и сохранить единство и стабильность в стране. Президент о чем говорит? Вот концепция Адал-Азамат – это честный, ответственный человек. Это исходит из высказывания великого нашей Абая о совершенном человеке Толгадам. Что такое Адал-Азамат? Это ответственность перед семьей, во-первых, перед обществом, перед страной. Главное – стремление и мечта. А мечта – это наших предков. Быть свободным, независимым. А это дает как раз и к честности, и принципиальность. За последние несколько лет в Казахстане произошли большие реформы во многих сферах жизни. Значительно улучшилось и качество жизни казахстанцев. Их здоровье – один из важнейших государственных приоритетов. При этом доступ к медицине, как и у городских, так и у сельских жителей, должен быть одинаковым. Для нас, например, для врачей-онкологов важно, неделю назад был подписан комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 5 лет с выделенным бюджетом. Позволит модернизировать всю онкологическую службу, закупить новые современные лучевые аппараты. То есть очень много сейчас делается для улучшения ранней диагностики, для лечения наших пациентов и для улучшения, конечно, качества оказания помощи. Средняя продолжительность жизни казахстанцев уже выросла до 74 лет. И с годами этот показатель будет только увеличиваться, уверены эксперты. В стране активно развивается сфера медицины и предпринимаются различные меры для укрепления здоровья нации. Динара Абдирова, Яхлбек Исимсиитов, Хабар, 24. Мини-спортивный комплекс построил тренер в Жамбылской области. На его строительство ушло 22 миллиона тенге. Большая часть средств – это собственные деньги тренера, а именно доход от животноводства. Вклад в возведение спорт-объекта внесли и местные жители. Талгат Тушбека в селе Жанаталаб Жуалынского района развивает вольную борьбу. Говорит, раньше детям приходилось посещать спортзал соседнего села и в любую погоду добираться пешком. Теперь они приходят тренироваться в новый спортзал. В вольной борьбе мужчина обучает бесплатно и воспитал уже немало спортсменов. В их числе заслуженные мастера спорта, победители, призеры соревнований разного уровня. А несколько спортсменов села в этом году участвовали в азиатских играх. Между тем, спортивная инфраструктура и жители Жуалынского района обеспечены на 60%. А до 2025 года этот показатель намерены довести до 100%. Это были все новости к данному часу. Увидимся позднее.